Бензопилы, которая должна лежать на космической станции. Бензопила на космической станции. Ну да, кстати. Какую функцию она там может выполнять? Майя Нив, ну и с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видос канала Булджать. И это странные вещи в играх, которые постарались объяснить. И это будет интересно. Да, я давно не смотрел с вами Булджать. Извиняюсь, каюсь, потому что смотрел иногда сам. Вот такой вот негодник. И неративного дизайнера не проблема придумать механику. Иначе быть не может. Проблема, ее объяснить. Вот захотелось ему, чтобы в игре про относительно реалистичных средневековых ассасинов можно было подсвечивать объекты. Как это объяснить? Ну хорошо, пусть это будет орлиное зрение. А что такое орлиное зрение? Как оно работает? Пока что по волшебству. Уже вопросов много. И вот так вот всегда. Много лет назад никто не задавался вопросами о том, почему прожорливый желтый круг убегает от призраков в лабиринте. Это была простая видеоигра. Обычное развлечение, вопросы к которому излишни. Но в играх начали появляться целые миры. Сюжеты, персонажи и история, в которые нужно было погружать игрока. Убедить его в живости происходящего на экране и помочь ему поверить в виртуальную реальность. При этом, видеоигры все еще развлечение. И ради комфорта и удовольствия игрока приходится идти на условности и вводить... Вот так мне нравится атмосфера в видосах блуджать. Вот именно... И вот этот голос... Не знаю, сразу настраиваешься такой лад. О, будет сейчас прикольно и интересно. ...механики, которые могут не особенно сочетаться с самой игрой. Он еще ничего не сказал про тему ролика. Ну, уже интересно. Или даже просто пояснить, почему вот этот конкретный предмет может существовать в выдуманной вселенной. И если объяснить не получилось, то появляются вопросы. Если Томми Версетти из Вайсити умирает, находясь по грудь в воде, умеет ли он принимать ванну? Моется ли Томми Версетти или он воняет на всю округу? Понимаете? И это ведь еще безобидный вопрос. Вопросы более каверзные могут поломать логичность повествования или мира игры. Сложный вопрос, сложно. Такая отторжение. А если расставить везде невидимые стены, потому что это всего лишь видеоигра и так надо, то игрок будет раздражаться. Он не понимает. Ха-ха-ха. Так, кстати, забавная идея сделать. Видимые стены мимо поставить. Почему эти невидимые стены здесь существуют? Гениально. Поэтому почти все надо объяснять. Порой даже самые маленькие мелочи. Сегодня я расскажу, как разработчики выкручиваются из сложных ситуаций и объясняют даже то, что объяснять кажется не нужно. Проведите ритуал подписки и лайка и объясните, каким образом вы выбираете еду для просмотра. Ведь с вами был джать и нынешний. Гарантий, ну и при этом ничего не естся. Поковырял просто ложкой. Вот есть серия игр Арма и, казалось бы, а че тут? Берешь реализм, пхаешь все это в игру по возможности, заставляешь это все работать. Готовченко. В такой игре, где из-за угла можно высунуться пятью разными способами и наблюдать через тепловизор нагрев дула, не то, что нет ничего необъяснимого. Туда невозможно всунуть что-то необъяснимое. Сама жизнь и опыт миллионов военных... Блин, ну я не проникся Армой, но я знаю многих людей, которые любят такие вот прям симуляторы и вот они прям дико кайфуют от этой игры. Я понимаю почему. Игра действительно очень крутая. ...не дадут соврать. Ну или нам так, по крайней мере, не должно казаться, потому что кое-что разработчикам из Bohemia Interactive объяснить все же пришлось и довольно нестандартным методом. В Арма 3, судя по цифре самой реалистичной игре серии, вы пусть и не сразу, но заметите одну странность. Осознавать эту странность вы будете постепенно, посещая разные помещения. Ведь куда бы вы ни зашли, какие комнаты не изучали, вы чаще всего не увидите мебели. Кое-где она может и быть, но стулья, столов, шкафов, кровати и всего же нового во вселенной Арма 3 в огромном дефиците. И это действительно режет глаза, когда вы реалистично выглядываете из-за угла пятью разными способами и видите абсолютно нереалистично пустое помещение. Почему такое произошло, игроки до сих пор годах и вручную расставляют мебель с помощью скрипта. Ведь нарративно такое отсутствие обстановочки вырывает из погружения. Чтобы люди меньше тревожились по этому вопросу, разработчики решили вписать эту проблему в мир Арма 3. Это как в этом пабге, лайт вроде бы, в сравнении с обычным пабгом, там тоже мебели нету вообще почти в этих квартирах, комнатах, домах и так далее. Внимательный игрок, гуляя по локациям, может обнаружить небольшие вырезки из газет, где местные жители выражают беспокойство о таинственном исчезновении мебели из их домов. Найдя несколько таких вырезок, вы можете собрать полную картину этой трагедии. Где моя мебель? Оказывается, фурнитуру ворует не кто-нибудь, а инопланетяне из далекого космоса. Что они с ней делают, остается загадкой. Но зато у игроков появилось четкое объяснение, почему они пактикулят в пустых помещениях. Реализм не пострадал. К серии Doom, кажется, тоже претензий быть не может. В отличие от Армы, Doom позволяет себе странности без объяснений. Порталы в Ад на Марсе уже должны молить о здравом смысле, но в этом нет никакой необходимости. Все ради веселья. Так-то оно так, но третью часть серии решили окунуть в реализм. И это вызвало ряд нарративных проблем. Если порталы в Ад и зомби в космосе еще можно было объяснить псевдонаучными терминами, то вот как объяснить наличие одного из символов игры? Бензопилы. Которая должна лежать на космической станции. Бензопила на космической станции. Ну да, кстати. Какую функцию она там может выполнять? Рубить зомби? Ну вот разве что только это. Да, она прекрасно кражет демонов, но кто-то же ее привез на станцию до инфернального вторжения. Что-то мне подсказывает, что древесины в космосе не так уж и много, разве что твои бывшие. И вот что делать? Убирать бензопилу из игры нельзя, а объяснить ее наличие надо. И разработчики придумали весьма логичную причину. В одном из текстовых файлов в игре можно прочитать забавную информацию. Оказывается, сотрудники станции заказывали с земли отбойные молотки, но по ошибке вбили не тот номер заказа, из-за чего на станцию доставили большую партию бензопил. Главный герой игры за такую ошибку сотрудников должен сказать спасибо, иначе в космосе не звучало бы грозное бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Когда вышла первая Mass Effect, все были немножко в экстазе. Это была такая классическая RPG, но с полноценной... Блин, хочу все... Никогда не играл Mass Effect. Вот убейте меня, зная об этой игре уже миллиард лет, но никогда в него не играл. Я знаю, что я многое потерял, но играю, что это одна из лучших игр. Надо будет как-то наверстать упущенное. ...шутерная составляющая третьего лица. Тогда это было в новинку, и такой смеси было принято удивляться. Симбиоз двух жанров игроки приняли очень тепло, несмотря на разные условности. Например, боезапас любого оружия был бесконечным. Объяснилось это просто. Технологии настолько технологичны, что синтезировали пули, видимо, из воздуха. Тогда это все приняли и даже к этому привыкли. Но во второй части Mass Effect разработчики решили допилить шутерную составляющую и подогнать ее под стандарты времени. И то же самое оружие внезапно стало иметь ограниченное число патронов и перезарядку. У многих появился вопрос, о чем... А че такая несостыковочка подъехала? Так, времени между частями прошло немного, персонажи те же, история продолжается, а оружие не то, что раньше. И вот как объяснить исчезновение технологии бесконечных пуль? Очень просто. Другой технологией оказывается, в перерыве между частями в оружейной разработке произошел качественный скачок. Все оружие стало в разы мощнее, но стало выделять избыток энергии, поэтому патроны все еще бесконечны. Но чтобы пушки не взрывались в руках владельца от перегрева, в них нужно было менять радиаторы после определенного количества выстрелов. Ну знаешь, как магазины с патронами. Ну радиаторы же не сильно портятся, хотя, может, типа, они плавят со временем. Да-да, в принципе, нужно, типа, менять радиаторы. Но по факту радиатор это же просто металлическая шняга. Что с ней может произойти? Скорее всего, просто надо, чтобы она остыла. Тогда, получается, нужно всего лишь 2-3 радиатора, чтобы их потом менять. И как бы, так ты можешь... Я не знаю. Разработчики любят туман. Ладно. Он как тонны косметики скрывает гидравоски и дар из прорисовки. Он может создавать атмосферу и границы мира. Туман, твой бро в любой безвыходной ситуации. Особенно, если ты делаешь игру для PS1. Особенно, если памяти для прорисованного города не хватает. И особенно, если это игра про человека-паука, который может гулять как по воздуху, так и по земле. Мое почтение. У нас действительно не оказалось ресурсов и возможностей, чтобы сделать убедительной улицы Нью-Йорка, по которым можно было бы гулять пешком и что-то на них делать. Поэтому решено было сконцентрироваться... Отличная игра про Spider-Man. Господи, я так помню, у него задротил. Как в первый раз. Я бы у него, может быть, как-то переиграл. Да, я хочу во всем переиграть. Было бы у меня время. Но... Игра, вы что, вы глядите, какая она классная? Но надо же было как-то объяснить, что спускаться на улицу города нельзя. Поэтому был придуман зловещий газ, который доктор Асминок выпускает, чтобы подготовить землю к вторжению симбиотов. Решение приемлемое. Вот только далеко не идеальное. Город-то за газом скрыли, это да. Но если паучок срывался вниз, то мгновенно умирал. А если для супергероя газ смертелен, то что случилось с обычными жителями города? Они что, все мертвы? Я лично все детство думал именно так. И даже уровни в переулках города мою уверенность не подорвали. Смертельный газ даже создавал мрачную атмосферу постапокалипсиса и обреченности, повышал ставки. И когда я узнал, что газ был безвреден для людей, поверить в это я уже не смог. Если в облаках газа умираю я, значит и все остальные мертвы. Вот оно, психически стабильное детство. Пока тема тумана не растворилась полностью, можно вспомнить еще один интересный пример. И туман добавляет, кажется, атмосферой. Как мы знаем, Nintendo угорает по семейным ценностям и кооперативу. И когда-то этот угар породил Nintendo GameCube. Настоящего монстра в среде... Но Nintendo эти мне не нравятся. У них очень классные игры в этом плане. Они чисто геймплейно заточены. И в этом их прелесть. Вот я сейчас проехожу в Skyward Sword. Великолепная игра. Тоже, не знаю, была у меня в Wii, я в свое время в нови и бы ее прошел. В местных поселениях. Но игра отлично мне очень нравится. Помимо того, что как и у Nintendo 64 в консоли было 4 порта под контроллеры, так еще в эти порты можно было подключить геймбой, были выходы для интернет-соединения. И более того, в корпусе была ручка, чтобы геймкьюб было удобно носить в гости к друзьям. Вот насколько Nintendo угарнули по совместному времяпровождению. Конечно же, и игры были направлены на кооператив из 4-х человек. И если с какими-нибудь Марио Пати и Зельдами проблем не было, то вот какая-нибудь Final Fantasy Crystal Chronicles столкнулась с проблемами. Разработчики хотели, чтобы игроки не разбредались по локации и не терялись за краями экрана, как это обычно бывает, а держались как можно ближе друг к другу и всегда работали сообща. Поэтому в игре пошли на ультимативный шаг. Покрыли весь мир зловещими миазмами, которые убивали персонажей от длительного контакта. Цели свои разработчики добились, а игроки добровольно кучковались вместе под пузырём воздуха, принимая правила игры. Вот эта персонажа получилась довольно клаустрофобной и местами раздражающей. Бежать впереди всех-то хочется. Не все герои носят плащи. Ну вот тут куда деваться, куда деваться. Такие вот были ограничения. Но все равно это не самое плохое решение, я хочу сказать. Не самое плохое решение, хотя бы как-то обоснованный геймплей. Эту фразу мы не раз слышали в своей жизни, но вот в ММО Сити оф Хирус на начале своего жизненного цикла никто не мог носить плащи. И это, согласитесь, странно. Ведь ты, супергерой или суперзлодей, без плаща твой мегапупер костюм не такой уж и пупер. Но сколько бы ты ни листал предметы в окне кастомизации, заветного куска ткани на спину нигде не было. А почему, кстати, интересно? Недоумение фактически у всех игроков Сити оф Хирус. Они требовали ответов, они не могли выйти на улицу без своих плащей. Но разработчики водить плащи не спешили. Во время тестов выяснилось, что предательская ткань вела себя неподобающе криво и стремилась шевелиться, растягиваться, сжиматься и просачиваться во все поверхности в любой удобный момент времени. Поэтому плащи было решено убрать до поры до времени. Но предугадав недовольство аудитории, разработчики придумали для плащей целую историю. В мире игры существовал герой под довольно странным прозвищем Хиро Ван. Эдакий супермен английского происхождения, который отличался невиданной храбростью, экскалибуром в руке и заметным длинным плащом в виде английского флага. Хиро Ван был для всех кумиром и образцом для подражания. Поэтому, когда он героически спас человечество от ужасного вторжения инопланетян ценой собственной жизни, сообществом героев было решено отказаться от плащей в дань памяти о великом супергерое, единственном, кто был этого плаща достоин. Со вторым дополнением в City of Heroes плащи все же появились, но носить их могли только высокоуровневые персонажи, которые якобы доросли до уровня Хиро Ван. Вот так парой предложений можно превратить обычный косметический предмет в важный лорный элемент и придать ему статусы. Учитесь. На самом деле, блин, прикольно, насколько люди вот... Во-первых, я бы не заметил бы этого. Я бы реально, кстати, не заметил бы, потому что нет плащей, ну ладно, типа. А люди заметили это, во-первых, а во-вторых, разработчики пытались это как-то объяснить довольно хорошо. Блин, ну это круто. Я считаю, что это очень круто. Да, каким образом? Или вывернули ногу под 90 градусов, или лицо оторвали, после такого не живут. И четкого объяснения почему нигде нет. Этим вопросом фанаты задаются уже не первый год, плодя множество теорий на сей счет. И, вероятно, задалбывая им разработчиков, потому что в Injustice с Гатс и Монкас нечеловеческую живучесть все-таки удосужились объяснить. Хотя это нужно было сделать в любом случае, и без бэкграунда в виде Mortal Kombat. Ведь в файтинге про супергероев DC есть Супермен, а он, очевидно, имба. Можно было бы, конечно, забить и сказать, что это всего лишь играем и преследуем баланс, но обычный человек, вроде Зеленой Стрелы, побеждающей всемогущего сына Криптона, все-таки немного странно. Тем более сюжет самой игры подразумевает, что поехавший Супс так и способен убивать с одной тычки. Что же делать? Придумать таблетку 5U-94R, созданную Лексом Лютером, которая поднимает физические показатели до уровня Супермена. По истории эти таблетки должны были получить только войска режима Супермена, но Бэтмену и Харли Квинн удается их выкрасть и раздать всем остальным бойцам из ростера персонажей. Справедливость в несправедливости восторжествовала, и теперь игроки могут со спокойной душой пикать Зеленую Стрелу против Супермена. Напоследок я расскажу о игровом объяснении, которое ничего не объясняет, но для этой игры это нормально. Вы знаете, что это? Это мемы, май бой, мемы из Зельды Ван Дов Гамильтон, ужаснейшего спин-оффа легенды о Зельде, посвященного самой Зельде, и прославившейся не только ужасными анимированными косценами, сделанными русскими руками с русской душой, но и другими неверо... Ну зато сколько тут мемов, это же великолепно, ну зато Харадетта стала игру упускать. Вот это Зельда, конечно, вот это Зельда. ...проятными странностями, уничтожающие любой канун серии. Это что ботва, ботва. Зельда, как, например, тебе не благоразумная мудрая принцесса, а жестокая психопатка, убивающая с улыбкой на лице. Зельда стала наступно маинственной и безумной, что даже для разговора с обычным мирным NPC она режет его мечом, видимо, чтобы развязать язык. Дело в том, что действия и атака были завязаны на одну кнопку, поэтому для активации диалога Зельде натурально приходилось бить персонажей. И вот эту странность разработчики почему-то решили объяснить. Оказывается, у Зельды не обычный меч, а волшебный. Он способен наносить урон только плохим существам, а на хороших он не оставляет следов. Ну все, все, ладно. Теперь мы знаем, почему поехавшая принцесса не может убить всех подряд, но мы все еще не понимаем, какого черта произошло с этой игрой. Если у меня получится ее запустить, я бы в ней покопался и рассказал бы об этом вам. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть про эту игру видео. Но у меня пока на этом все. Я бы глянул, я бы глянул. Это очень мемный видео было бы. Я уверен, на 100%. Хороший ролик. Пис вам, люди. Пока. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. Вот, все, нормально сказал. На канал блуджать обязательно. И также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. И круто, круто. Обожаю блуджать. Опять же, ссылка опять же в описании. Все, всем удачки. Всем пока. Покать. Пока. Это что с моей речи? Я только проснулся, ребят. Не обессудьте. Пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.